Здарова всем, дамы и господа! Сегодня мы попытаемся закончить модификацию на сталкер зов припяти под названием Хорни Вэй или же Тернистый Путь. Итак, по заданиям у нас что осталось? Осталось сраный бенгарский огонь и выверт где-то найти. Не, бенгарский огонь есть, окей, выверт надо. Второй. Где? Не знаю. Ну и открыть дверь лаборатории, это уже на Затоне. Но, естественно, сначала пойдем по дополнительным заданиям, поэтому сначала мы отправляемся на Затон, делаем там делишки, ну а потом все остальное. Может в процессе как-нибудь, где-нибудь достанем второй выверт. Если не достанем, будет грустно. Я слышал... О, нифига, смотри, как этот... У меня болт и детектор друг к другу чисто вот так вот, типа, трясутся. Так вот, я слышал то, что будет еще одно какое-то задание на поиск артефактов, не знаю, правда или нет, но поглядим. Сегодня я намерен закончить уже этот мод, потому что я его и так на 5 серий растянул. Ну хотя как, справедливости ради я не растягивал, но я в прошлой серии объяснял. Если бы я в прошлой серии сделал больше, чем сделал в итоге, да, то эта серия с наибольшей вероятностью получилась бы короткой, потому что я не знаю точно, сколько еще осталось, и, ну, чтобы правильно распределить по сериям. Я, конечно, посмотрел у других, кто за сколько прошел, но конкретно в видосы я не заглядывал, типа, какой там квест в каком моменте был и так далее. Потому что это были бы уже спойлеры самому себе, было бы не очень интересно. Так, я в Железном лесу, на Затоне. Собственно, пробегаем аномалию и сразу бежим. Что это за квадрат такой? Что это за черный квадрат Малевича смотрит на меня? И бежим в лабу. Так, тут у нас полтергейсты, давайте их убьем, чтобы они нам не мешали в будущем. Готово. Ну и теперь идем в саму лабу. Тут, конечно, можно залутать Дезерт Игл, но давайте по приколу возьмем его. Вдруг кто-то захочет на него посмотреть. Так, воспользуемся картой доступа и задание обновлено, найти документы. Но лаборатория маленькая, поэтому документы, я думаю, мы найдем довольно быстро. Так, ну что, поехали. Тут зомбированные, как обычно, бродят. Неплохо. Громковато, правда. Ладно, вернемся к валу. Так, ребята, есть медицина? А то у меня медицины... Не, ну типа много, но что-то научные аптечки жалко. А кроме-то научных аптечек у меня всего остального мало. Ну, скорее всего, документы лежат, привет, там же, где и в оригинале, в комнате с прототипом гаусс-пушки, скорее всего, так. А псевдоч будет здесь? О-о-о, судя по тряске будет. Сейчас начнется тряска. Вон он сидит, гад. Давайте ему гранат покидаем. Ой-ой-ой, это было неприятно. Он отразил в меня гранату, считай. Ну, я ему нормально навзрывал, но он не оценил. Осталось немного. Ай, не задоджил, жаль. Все, готово. Можно, кстати, с него часть срезать, посмотреть, что за часть будет. Глаз. Кстати, весить мало. А помните дроп с псевдогиганта в Омеге, блядь? Вот это рофл было. Мало того, что стоил дешево, так еще и весил килограмм 20 или 12 или 15. Я уже забыл точное число. Учитывая, что ты всю игру бегаешь с переносимым весом 40. И дай бог там допердишь до севы, которая тебе на 10-15 килограмм повысит переносимость цех. Вот это моды, да. Так, что ж, я прибыл в эту комнату, но никаких документов я здесь пока что не вижу. Возможно, они все-таки не здесь. Да, слушайте, походу, ну, выглядит так, как будто бы не здесь. Здесь... Ну-ка, еще написано, дверь в лаборатории открыта. Осталось найти в ней необходимую документацию. Ну, документацию я не нашел, зато нашел гранаты. Так, патроны. Нет, такие мне не нужны. Походу, где-то в этих комнатах, значит, документы перепрятаны были. Ой, для дегла выкидывания оставлю. Пусть будет. О, вот такие нужны. Ну, слушайте, что-то я все равно не нашел никакие документы. А, нет, вот они. Ха, забавно. Резаный, спрячь ствол, сталкер. Подходи ко мне, разговор к тебе есть. Ну, начинается. Как обычно, подберешь документы и какие-нибудь ублюдки материализуются. Архивы из X8. Записи из архивов. Проект возрождения не может быть завершен ввиду сильного ослабления нашей охраны. Придется вывести весь персонал, а также всю документацию из лаборатории. Данные архивы следует упрятать в лаборатории под железным лесом. Там их никто искать не будет. Главное, документацию о проекте мы все же будем вынуждены оставить в лаборатории X8. Как только группировка встанет на ноги, сразу же приступим к последней стадии разработки. Сербин. Короче, какие-то записи монолитовцев, судя по всему. Ладно. И кто нас там ждет? Че зарезанный? Привет. Ты кто? Фу. Не, не ты. Ты, значит. Еще охрана имеется. Не ты? А кто? Ты, значит. Окей. Итак, перейдем сразу к сути. Где документы? Какие документы? Ты дурочку тут не включай. Документы, которые ты из лаборатории утащил только что. Отдай их по-хорошему, а не то у мертвых заберем. Ну, что будет, если я отдам? Ну, чисто вот интересно. Сейв. Да, еб твою мать. Доки, доки. Вот, возьмите. Рассказать Моргану об утере документов. Мне пришлось отдать найденные документы группе наемников-конкурентов. Я должен рассказать об этом Моргану. Слушайте, ну ради интереса госбегаем. Все равно точка рядом. Посмотрим, что он скажет. Естественно, я отгружусь и повоюю с ними. Не буду им документы отдавать. Пошли они к черту. Но мне интересно посадить на лицо Сербина. Ну, хотя я не посмотрю. Оно же под противогазом. Тем не менее, что он скажет? Ой, какого Сербина? Моргана? Или, подожди, или я и сказал Моргана. Ой, все. Короче, как обычно, утренний тупняк. Здорово. Хреновые новости, Морган. Мне пришлось отдать ей документы наемникам-конкурентам. Мать, откуда же они вообще взялись? Что ж, денег нам не видать, Дэн. И все? Тьфу, блин. Так неинтересно. Ладно, что воюем? Так, кончаем, уроды. Угу. Ого, судя по звукам, не только вот эти три чувачка охраняли его. Тут еще кто-то есть. А, вон сидят. Че есть? Вы че, дебилы? Че-то сидят, фразочки какие-то кидают. Пронести документы Моргану. Ща все будет. Так, резанный. КПК резаного. В КПК имеется лишь одно сообщение от неизвестного мне человека с пометкой К. Охота на нас уже началась, резанный. Поэтому нам стоит поторопиться с поисками архивов из X8. Буду ждать тебя с документами на Юпитере. К. Кто такой этот ваш К? Ну, короче, ничего особо интересного от наемников я не подобрал. Поэтому бежим опять к Моргану. На базе, наверное, посплю. В реальной жизни я бы тоже поспал. А потом и можно пытать удачу, счастье. Попробовать найти выверт. Хотя что-то мне подсказывает, что не получится. Задание выполнено, шеф. Вот документы. Отлично, Дэн. Думаю, заказчик будет доволен. Вот твоя доля за участие. Почему ты не осведомил меня, что мы не одни охотимся за теми документами? В смысле? Когда я нашел документы, на мой КПК пришло сообщение отрезанного. Это лидер группы наемников-конкурентов. Они хотели отобрать документы, но у них ничего не вышло. Кстати, возьми его КПК. Да, вот же козлы. Так, за них тебе причитается отдельный гонорар. Вот, возьми. И это не обсуждается. Ты это заслужил. Как будто я противлюсь твоим жалким 4 и 8 тысячам. Он так говорит, как будто он мне огромные деньги и дает. А я такой, да ну не, я не заслужил. Да, ладно. Так, почини меня, братишка. Все. А, тут есть спальное место, кстати. На полу. Кайф. Спим до 8. И выброса типа не было, да? Спим еще тогда. Надеюсь, я не умру сейчас от голода, нахрен. Все, в зоне недавно произошел выброс. Кушать охота. А куш ты, нечего особо. Ё-моё. У меня выносливость, смотрите, какая низкая. Или это... Ой, блин. Или это из-за воды. Ну-ка, если я воду выпью. Не-не, все равно выносливости мало. Ее максимум понизился. Ёпта. А у нас ни торговцев, ни хрена. Эти дебики не торгуют вообще. А тут есть тайник? Тут есть тайник, но, по-моему, в нем нет еды. Или есть? А ну-ка. Мне там патроны и аптечка. Мне не нужны патроны и аптечки. Мне нужна еда. А, ну, кстати, слушайте. Да, именно вода отвечает за максимум выносливости. Но зато восстановление выносливости у меня очень... Очень не очень. Из-за того, что я голодный. У меня точно ничего пожрать нет? Может, глаз пси-то-гиганта сожрать? Но нет. Это так не работает. Да, грустно. Ладно, ползу до когтя. Слышу выстрелы. А вось повезет, торгуюсь с кем-нибудь. Ну, вообще, я больше был бы рад выверту, чем еде даже. Кто с кем? Бандиты с собачками. Неплохо. Вон еще одна. Ща кого-то укусит за жопу там, по-моему, за камнями. Ну-ка, наблюдаем. Пока живет, слушайте. Ай, ёпт, твою мать. Капец, сколько у тебя хп. Капец, он живет. Сумасшедший бандит. Так, я тут пока что подлутаю мутантиков. Че, есть что в аномалии? Или вы уже вытащили? Может, мне убивать тех, кто в аномалии тусит? Вдруг они артефакты забрали. Хрен их знает. Да нету здесь нихрена. Ё-моё, а где мне выверт-то искать еще один? У меня уже идеи кончаются. А это кто там? Еще один отряд бандитов. Ладно, ребят, простите, но... О, простите, но... Во-первых, мне нужно знать. Вдруг у вас есть артефакт. Во-вторых, я маслины сворую. Окей. Так, а второй отряд ничего не видел. Не, они идут сюда. Но они идут лутать именно. Они не идут вершить правосудие. Не, ничего у них нету в инвентаре. А то что, в аномалии в Call of Чернобыле так и работает. Чел написал в чат про то, что он из аномалии что-то достал. Ну, то есть, точнее нет. Он подходит к аномалии, работает детектором. И если в аномалии что-то есть, это переносится ему в инвентарь. И он в чат об этом пишет. Вау, нашел там медузу такой-то такой-то аномалии. Вот это мне сегодня повезло. Ты потом идешь, мутузишь его и эту медузу отбираешь. Она у него в инвентаре есть. В ЗП не знаю, работает так или нет. Опять же, когда играешь в кучу модов, у тебя все перемешивается. Какие-то фичи из модов, какие-то фичи из оригинала. И в итоге у тебя все вот это смешивается в одну кашу. И ты начинаешь уже путать и думать. А было такое в оригинале или нет? Или это в модах? А если в модах, то в каком? Че, ну еще остается варик зимснаряд чекнуть. Я сомневаюсь, конечно, что он что-то отспавнилась. Но я хз, где мне выверт искать? У меня вот единственное задание осталось, сраное. А потом уже по-главному идти. Че, есть что-нибудь? Лицом торгану схожу. Да, нету здесь нихрена. Жаль. Очень, очень жаль. Ладно, год часть тела мутантов занесем. Ну, есть варик еще сгоревший хутор чекнуть. В пещеру, но я не уверен. Короче, возьму и еще посплю. Как дурак. Кто-то, говорю, даже не работает так. Тоже, типа, выбросы не обновляют аномалии. Ну, блин, а что тогда обновлять, если не выбросы? Вот, в зоне недавно произошел выброс. Все, сейчас ночью пойду нахрен искать артефакты. И если найду, сразу занесу. Если не найду, ну, плохо. Дай еды. Нет, ты не продаешь еду. Еду продаешь вот ты. И, кстати, можно ему тогда сразу бенгарские огни сейчас сдать будет. Я поду артефактов. Я добыл артефакты бенгарский огонь. Все. Остается два выверта. Опять же. Все, ночная вылазка за артефактами. Поехали. Проверю зимснаряд. Проверю сгоревший хутор. Проверю вот это вот все. Ну, ночью-то точно никто из аномалии не ворует, правильно? Ну, не должны. Ё-моё. Ну, мутанты только. Ну, я не верю, что им нужны артефакты. Ночью-то все на базе сидят, правильно? Кстати, я мог с собой сталкера кого-то взять. О! Опа! Опа! Америка-Европа, как говорится. В одной старой песне. Что-то плавает там, смотри. О, боже. Хоть бы выверт. А где? А. О! Что-то отспавнилось. То есть, все-таки спать и проверять аномалии имеет смысл. Что-то спавнится. Но можно было и выверт, конечно, заспавнить, а не вот это вот. Ладно. Хуевший сгортер. Погнали. Посмотрим, что там. Будет что-то под землей или нет. Или под землей только химоза спавнится. Гравий не спавнится. Коготь надо по-любому чекнуть. Раз уж в зимснаряде что-то отспавнилось, то в когти уж и подавно. Ну, я отгружусь, если что. Я пока что так, чисто бегаю, лицом торгую. Ага. О, привет. Баржа с маслинами. Теперь чисто. Да нет, тут спавнится химоза. То, что там был выверт. Это, как я и сказал в прошлый раз, как с той медузой в когти, которая наверху, типа. Она чисто существует, да и как бы все. Ну-ка, сейчас возьму какую-нибудь зеваку с собой и пойду. Так, что, никто не желает со мной прогуляться? Чем сейчас занимаешься? Расслабляюсь. Давай, коготь. Никаких расслаблений. Мне в коготь надо да поскорее. Сейчас будем спать и проверять. А что еще делать? А, нечего делать больше, понимаете? О, да, выносливость. Да ладно. Ну, тут когда-нибудь что-нибудь заспавнится, не? Че за бред? Да капец. Даже в зимсноряде отспавнилась. А здесь не отспавнилась. Ну и хрень. Э, мужики, куда побежали? Стопэ. Да с кодовской меня обратно кто доведет? Блин, я за ними не успеваю. Вообще, есть варик спать у себя в барже и просто вот так вот ходить, коготь проверять. Ну, по-любому в когте должно что-то отспавниться. Рано или поздно. Ну, екарный бабай. Правда, еда нужна. С едой и непорядок. Мужики, есть что похавать? Стоять, стоять, стоять. Стоять, стоять, стоять. Опа, блядь. Опа, успел купить. Все. Понимаете, они настолько охреневшие, что даже когда ты им деньги буквально в руки суешь, они такие, ай, насрать, мы дальше бежим. Так, гоу слип. До 13, допустим. Мне нужно до следующего выброса как-то дотерпеть. Ни хрена нету. Окей, 23 часа. Ни хрена нету. Окей, до 5 часов. О, в зоне недавно произошел выброс. Замечательно. Кушаем и отправляемся. Буду так до бесконечности. Если сейчас ничего не дропнется, я просто оффну запись и буду так делать кучу раз. А сам на фоне, на втором мониторе что-нибудь врублю. Ну, что поделать? Такова селева, блин. Вот такие вот эти ваши квесты на артефакты дурацкие. Только так они и выполняются. Выностость еще ни хрена нет. Почему так нахрен? Блин, у меня батарейка на поясе. И здесь еще грейд вон. А нет, нету грейда. Ну и не надо. О, слышь, а ты куда идешь, мужик? А в этой аномалии пусто? Сечешь? Или может это твоих рук дело? Бля. Подожди, а может он что-то вытянет оттуда? Может это я не шарю? Надо подождать, пока он сейчас в аномалии покопается и убить его. Ну чисто проверить. О, говорит, неплохо, неплохо. Слышь, какое неплохо, неплохо. Бля, подожди. Так, твой напарник ничего не видел. Понял? Ну нет, у него ничего нету. А может ты напарнику скинул, а? Напарник. Напарничек ты, блядь, ну-ка. Ай, пипец. Чел меня с ПМа ваншотнул, это нормально? Короче, я пошел, ребят, давайте фармить. Ура, ура, давай. Короче, конченое задание. Я сдался и пошел пока выполнять вот это. Это кошмар. Смотрите, я в зоне уже один месяц. Знали? Ну вот теперь знаете. Я проскипил где-то дней 20. И бегал, типа... Ну вот сейчас еще зашел в битум. Там ничего не было вообще. Бегал вот таким треугольником. Типа земснаряд, сгоревший хутор и когут. Все-таки на сгоревшем хуторе тоже спавнятся грави артефакты. Есть шанс. Везде на каждой из этих точек шанс спавна выверта 16%. За 20 дней. Во-первых, оно реролится. Ну, в аномалии, да? Хоть что-то спавнится. Раз там в дней. 5-6, я не знаю. Во-вторых, в когте за 20 дней вообще ничего не заспаунилось. Ни разу. Все, что я нашел, это 2 каменных цветка мне выпало на земснаряде. Медузу я нашел просто где-то по пути когтю. Представляете? Просто вот тут где-то бегу, медуза лежит. И под сгоревшим хутором я нашел, ну, собственно, вот химозные артефакты. И ночную звезду. Все. Все, что я нашел за 20 дней. Короче, конченое задание. Я не знаю. Лучше не добавлять в моды задания на предметы, которые, ну, типа, находятся с некоторым шансом. Как, например, артефакты в Зоеве Припяти. Вот такие задания, как вот это вот. То, что 500 тысяч артефактов надо принести. Потому что, считайте, смотрите, я выверты не продавал за всю игру ни разу. То есть, считайте мне за всю игру один раз дропнулся выверт и тот, тот, который заскриптованный. Типа, там изначально лежит. Все, блядь. Больше мне выверт ни разу не выпадал. Это какой-то кошмар. Ладно, нас встречает некий ворон. Ну, здравствуй, Дэн. Наконец-то мы с тобой встретились. Да, ты сохранился. Надеюсь, что ты не забыл меня. Ведь много воды утекло с того момента. Как я здесь оказался? И кто ты такой? Забыл все-таки? Что ж, напомню. Так, и что? А, меня во флэшбэк грузит. О, Припять. А можно я во флэшбэке выверт найду и в реальный мир утяну с собой? Было бы приятно. Два года назад. Припять. Группа Моргана. Опа. Так, покушать дайте. Еще раз. Отлично, мы на месте. Каков план? План очень прост, Дэн. Сейчас двигаем к бою юбилейный. Оттуда ты с вороном спускаешься в лабораторию Х8, где находятся документы о проекте возрождения. Найдете документы, сразу выбираетесь из лаборатории. Все ясно? Вполне. Да, и еще. Вот ключ карты доступа от главной двери. Без нее вы не попадете внутрь. Понял, двигаем. Следовать за отрядом. Пипец. А можно было поближе к бою нас закинуть? Ну ладно, терпим. Если честно, я уже устал. Хочу закончить видео. Потому что все, что я сейчас делал целый час, это перезагружался и бегал по точкам. А сил потратилось, будто я целый час этот, ну, полноценно записывал видео. И типа, уже вот должен быть конец, и я хочу закончить. Куда мы идем? Что-то как-то странно об... Ебать. Хороший маршрут вы выбрали, мне понравилось. Какие-то странные у вас мувы, ребята. Почему нельзя вот так пойти? Почему именно как-то вот через пси надо? Ладно, обойду эту территорию, потому что я не могу здесь находиться. Они могут, я не могу. Меня довольно быстро убивает. Да еб... Вы видите вообще, что это такое? Найс пси-излучение. Я, конечно, понимаю, у меня ноль защиты от пси-излучения. Но еб-то не настолько же. Оно же, типа, копится-копится и потом жестко херачит. Ну, по идее, так должно быть. А не со старта, то, что ты вот подошел, все, сразу сдох. Причем, типа, ну, следовать за отрядом, да? То есть я должен идти таким же маршрутом, как и сам отряд. Ну, вот, собственно, если так идти, то ты сдохнешь. Так что лучше не следовать за отрядом. Зверь, отвечаешь за парадный вход? Лука, треки этаж твой. Бледная, охраняешь запасной выход. Ворон, ждешь у лифта. Дэн, а тебе самое главное, запустить аварийный генератор. Пошли. Как обычно. Нихрена он раскидал. Ну, тут зомбиами сейчас возня будет. Они постоянно будут агриться. Бедный генератор. Сколько раз его уже запускали за все время? Сколько раз спускались на лифте вниз? Каждый раз, в каждом моде ты приходишь в КБО. Запусти генератор, скорее. Спустись на лифте. Где там Лука, третий этаж? Что-то я в итоге сам тут на третьем этаже все делаю. Нихрена себе. Это что было? Не знаю, я еще и выжил. Но резня тут такая нормальная происходит. Только что-то я не понял, где лестница. А, вот оно. Ай-яй-яй, за что? Что-то то урон не проходит, то проходит. Какая-то регистрация урона странная в этом моде. Впервые такое вижу. То меня ваншотят, там я просто в экзакречестве. И чел меня... Чел меня спэма ваншотнул. То вот, видите, да? Я в говнокостюме. Мне сейчас очередь в тело дали. Я едва получил дэмэдж. Вот тут я едва получил дэмэдж. Типа, либо он слишком большой, либо он слишком маленький. Странно. Нет какой-то золотой середины. Либо просто какой-то одной крайности. Но чисто из крайности в крайность. То мало, то дохрена дают. Маневрирую. Совершаю маневр. Прикройте. Сейчас я лифт запущу уже наконец. Готово. Авантюрный спуск. Погнали. Опа. Изи. Все. Погнали. Так. И че, мы с тобой типа пошли, да? Вот мы и в лаборатории. Ты как, ворон? Скажу, что мне не по себе. Давай закончим здесь свои дела и свалим как можно скорее. Я только за. Найти документы. Ой, я слышал бюреров. Как приятно будет находиться в этой лабе, да? Необходима карта доступа. Жаль. Но я уже догадываюсь, где доки. К бюрерам скорее всего надо идти, да? Или все-таки нет? По идее, напарник сюда не может добраться. Поэтому есть шанс, что здесь документы не прятали. Но я все равно здесь. Не, ладно. Все. Документов тут нет. Отбой. Значит они все-таки где-то в таком обычном месте. Ну вот здесь скорее всего. Тем более тут зомби специально расставлены. Пока что не вижу. О, вижу труп ученого. Пустой. А че так? Ученый есть. Документов нет. Непорядок какой-то. О! Вас тут явно не хватало. Все, патроны кончились. Жаль. Пистолетиком набьем, значит. А где напарник-то? Господин напарник, вы где? Ящики летают. Страшно, блин. Господин напарник походу внизу подо мной. Или нет? Где ты? Ты там внизу бегаешь? Это тушканы вроде. Анабиотик. Куда напарник делся? Но документов пока нет. Так же, как и напарника. Еще и снорки душат. Нормально он полетел, да? Реалистично, скажем так. Че-то мне вообще не нравится. Как тут все идет. Какой-то хуйней занимаемся. Есть такое ощущение. О, холодос летает. Прикольно. Но документов тут, к сожалению, не оказалось. Напарник, ты где? Ты тут стоишь? Кого хрена тут стоишь? То есть я все должен за тебя сделать, да? Я правильно понял? Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хренотень, которая исчезает. О, еще один труп. В этот раз хотя бы с медицинской сумкой. Которой очень мне не хватало. Так, тихо. Стоим. Ожидаем. Ааа, страшно. Уходим. Я видел еще один труп. Вон, видите, столовая, походу. Я столовую, что, быстро забежал и выбежал? Потому что тут холодильник летает. Он меня, он, залеталит, так сказать. Вот еще один ученый. Во, у него, наконец-то. Я так и знал, что не просто так тут лежат. Проект Возрождения. Документация о неком проекте Возрождения, планирующемся учеными группировки осознаний. Из документов ясно, что руководителем проекта был Лебедев, а также некий ученый Сербин. Возможно, что Сербин является главой осознания, так как приказы сверху давал именно он. По крайней мере, так сказано в документации. Эти архивы не должны попасть в чужие руки. Все, вливаем отсюда. Да поскорее. Че с тобой? Документы у меня, пора уходить. Отлично, Дэн. Стоп, что за? Все, нахуй. Потерян предмет проекта Возрождения. А этого мужика убили. А Возрождение-то кто стырил, не понял. Ну его не убили, судя, потому что у нас флэшбэк. И вообще в настоящее время мы сейчас с ним стоим и разговариваем. Значит, он выжил, но странности, короче. То есть документы мы так и не унесли, я правильно понимаю? Отбить атаку военных. Кого? Каких военных? С ума сошли? Так, без паники. Дэн, где ты был? Почему так долго? Ладно, хрен с ним, потом расскажешь. Сейчас вояк замочить надо. Думаешь? Ну, вояк тут реально много. Это коптерка со своими наведался. Больновато, блин. Вот бы аптечку у кого-нибудь дернуть. Было бы замечательно. О, аптечка. Так, где-то рядом кто-то есть. Вот тут, ну-ка. А, не могу. Через не могу, давай. Всегда бесила эта фраза в детстве. Так, еще кто-то остался, да? Все. Ликвидированы. Или нет? А, все еще нет. А я-то думал. Блин. Ребят, патроны кончились. На-нах. Попустили меня. Нужно калашку это залутать, получается. Да ну нахрен. Ну я не понимаю этот мод. То меня в аншоте, то я терплю там 10 пуль вообще без проблем. С минимальным уроном, с минимальными потерями. Это странно. Так, ну лутанул калаш. Может сейчас попроще будет. Радиация еще душила, оказывается. Иди нахрен. Я обыскивал твоих хрешей. Все? Да ладно. Аптечку, аптечку. Кто-нибудь? Ну блин, аптечки нет. Ай. Так, разрядить, выбросить. Ай, вот бы допердеть до аптечки чей-нибудь. Ай. Аптечку. Мужики. Ну что ж такое? Такого хуя военные без аптечек ходят. Личный состав, блядь. Коптерки с аптечками все ходили. А здесь... О, вот он нахуй. Все медикаменты себе своровал и кайфует сидит. Жесть. Че это? Не понял. Вы видели эту какашку какую-то на карте? Я подумал, у меня на мониторе че-то. Ладно. Допустим. Че, кто тут кайфует? Я слышу постоянно вот это вот. О, свои. База. Это майор Русаков. Сектор Б-306 не удалось зачистить. Повторяю, сектор Б-306 не зачищен. Вынуждены отступать. Прием. Вас понял майора. Вышлю военный вертолет, чтобы прикрыл ваше отступление. Конец связи. Твою ж мать, сюда летит вертолет военных. Дэн, займись им. Чем я его убью? Ладно, лутаем патроны. Надеюсь, вертолет не жирный и урон по нему нормально будет проходить. Ебать. Но у вертолета по мне точно все нормально проходит. А че только я? Давайте вы тоже стрелять будете, а? Где он вообще? Запукивает, обстреливает. О, так я сейчас сюда хрен высунусь, да, или нет? Нет, да он над зданием летает. А я не могу за ним поспевать. А когда я... Ну, видите, я не могу высунуться. Ну, какой-то урон я ему нанес. Но нельзя же вот так вот просто лицом торговать, правильно? Или можно? Тяжело. Да. Все, что я могу, это выходить, танковать лицом и давать урон. Урона я даю мало, а пиздов получаю много. А если я пытаюсь как-то авантюрненько из-за угла что-то делать, то, ну, иду нахер, потому что он пробивает. Ладно, сейчас буду ждать его на этой стороне. Либо может не вообще на крышу вылезти, ахз. Ну, звучит дерьмово. Ну-ка, свала сейчас ему накидаем. И че он сюда не летит? Или ты завис? Да не, не, летит. Это был обман, чтобы я перешел на ту сторону. Но я вот тут буду ждать. Или не буду? Че он завис-то на месте? Я, кстати, полоски теперь не вижу. Заебись. Вот это да. Вот это квест, вот это босс-баттл. Какой экшон, какой накал страстей. Всем интересно. Я надеюсь, всем интересно. Мне очень интересно. Но он застрял на одном месте, очевидно. Блядь, он все равно меня пробивает каким-то хером. Даже несмотря на то, что я здесь как-то вот прям очень хитро сижу. Но сейчас вроде не пробивает все. Если вот так вот продолжать, то когда-нибудь я его расковыряю. Вот бы еще оружие не клинило, блядь, просто. И так все херово, еще оружие клинит. Замедляет процесс. Но он уже горит, судя по всему. Только так и проходить. Ничего больше не остается. Ну, я даже рад, что он завис. Хотя бы могу наносить урон ему. Единственное, не могу понять, сколько мне ему еще урона дать надо. Блядь. Вроде горит, а вроде ему насрать. Да что ты будешь делать, а? Давай ты еще через выстрел будешь клинить. Или по хвосту дэмэдж не идет. Че-то вот хз. Он как будто бы все-таки сместился. О, наконец-то. Давайте посмотрим, как он падает. На-нах. Слава тебе, господи. Ну и драчня. Так, где там Морган? На втором этаже. Пойдем к нему. Ты где? Зашкерился тут. Что с документами? Их украли. Что? Как? Мы спустились с вороном в лабораторию. Сначала все шло по плану. Я нашел документы. Уже когда мы собирались уходить, кто-то или что-то ударило меня по голове. Когда я очнулся, я не нашел про себе документов, а ворон был мертв. Ты понимаешь, что теперь с нами будет, Дэн? Ты за это ответишь. Вылетишь из синдиката. Ты че, охуел? Я только что несколько волн военных отразил и в соло вертолет разъебал. Сам мне говорит. Разберись-ка с вертолетом. И тут же теперь пиздит на меня. Будь уверен, я тебе это устрою. Да, Морган, отвечу. О боже. Как же... Как же к ГГ тут относится. Кошмар. Просто пол им вытерли и тут же наказали. Чисто тряпочка. Ну, вспомнил? Черт возьми, да. Ворон, прости, много времени прошло. Постой, ну как ты? Говорю с тобой, если мертв. Запомни, Дэн. Здесь ничто не умирает. Я пришел, чтобы предупредить тебя. Предупредить? Да, предупредить. Ты не должен искать клина. Это может плохо кончиться. Поэтому поворачивай обратно и уходи из зоны, Дэн. Сейф. Лоу. Хм, если честно, то я чувствовал что-то неладное. Так и поступлю. Уйду из зоны. Но как я это сделаю? Ты мне поможешь? Извини, но нет. Но я знаю, кто тебе поможет. Этот человек сейчас на станции Янов. И еще, Дэн. Не сообщаем органу о своем уходе. Хорошо, Ворон, так и сделаю. Поговорить с проводником. Что за ящик? А, мои шмотки. Лол. Ну вообще, давайте, наверное, не будем терять времени. Я знаю, что будет, когда мы поговорим с проводником. Выведешь из зоны? Ок, выведу. Все. По идее так. Или поговорить все-таки? Да не. Я подсмотрел немножечко. Уж извините меня. Я решил посмотреть, момент с вертолетом далеко от финала или нет. И оказалось то, что очень недалеко. И вот этот вот разговор с проводником, он просто запустит стандартную концовку. Там буквально запустится парочка финальных слайдов Зова Припяти, оригинальных. Без какого-либо вроде текста. Да и все. Поэтому. Бред, что еще за чушь? Слушай, Ворон, я точно знаю, что ты мертв. Скорее всего, ты просто плод моего воображения. Все от нервов. Я не отступлю. Закончу начатое. Что ж, это твой выбор, брат. Удачи тебе. Надеюсь, еще свидимся. Ага. Все. Идем до конца. Бам. Зашел в комнату и подорвался. Клин. Очнулся? Ну, наконец-то. Теперь расскажи-ка мне, красавец. Кто ты такой? Что здесь забыл? Ладно, сейф. Лол 2. Пошел к черту. Прикончи его, скиф. Он нам не пригодится. Ну, надо было затестить сначала самый конченный вариант. Что, меня с криптом убьют? Или у меня будет шанс отстреляться? Так, ну что, подходит ко мне мужик. О, боже, что? Убить контролера. Эй, нет, подожди. Это все, конечно, здорово. Но сначала давай затестим другие всякие диалоги. Так. Что? Да кто вообще нахрен такие? И где клин? Стоит прямо перед тобой. Теперь будь добр сказать мне, что ты за гость. Где документы, которые ты нашел в X10, засранец? Не волнуйся, они здесь со мной. Так ты их ищешь, да? Что ж, вынужден тебя огорчить. Я уже у цели, и ничто меня не остановит, а твой путь завершается здесь. Есть последнее слово. В аду встретимся, ублюдок. Ладно, тогда и первый диалог вообще нет никакого смысла, наверное, проверять. Он приведет ровно к тому же. Тем более, что там за первый диалог? Типа, я ничего тебе не обязан говорить, но он скажет так же. Ну и пошел ты в жопу, прикончи его, он нам не нужен. Все. Да, так называемый выбор без выбора. Так, тебя я тоже убью нахуй. На всякий случай. Все, минус контрик. Что дальше? Выбраться из административного корпуса. У этого ничего нет интересного. Я попал в ловушку, в здании забрел контролер. Я должен как можно скорее выбраться из здания административного комплекса. Корпуса, точнее. Выбираем со. Аптичку применяю и погнали. Так, догнать клина. О, он бежит. Блин, а чем я его догонять буду? Ну ладно, у меня есть энергетик, конечно. Но это слабенько. Там он, судя по всему, кого-то раскидал мне по пути. Гениально. Но он уже внутрь завода забежал. Походу. Да? Да, он уже внутри. Должен прям догнать? Или можно и подстрелить его? Опа. Понятно. Грузимся в путепровод. Ты не выйдешь от света живой, 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 живой. Думаешь? Сейчас посмотрим. Найти клина. Клин скрылся в путепроводе Припять-1. Я должен найти его здесь и поставить точку в этой истории. Ну, короче, да. Это прям уже финал финальный. Ай. Тише, тише, тише. Аномалия. Я забыл про вас. Что это такое? Ну, это скриптовый звук, судя по всему. Но он же должен был для чего-то предназначаться. Напугать меня, что ли? Я думал, заспаунится кто-то. О, кстати. Тут же есть ящик из оригинала с дробью. Лишним не будет. Нихрена здесь снорков. Ребят, я побежал. Так. Ну, я думаю, он должен быть где-то здесь, наверное, по идее, да? Или что? Или он прям до самого конца побежал. Медицина. Не помешает. Но здесь его, походу, не будет, да. Походу, просто нужно бежать до самого конца за ним. О, Геркулес. Геркулес мне, кстати, поможет сделать это быстрее. Ладно, спрыгиваем. О, подожди. Тут же артефакт стабильное есть. Ну-ка, ну-ка. Бля, Медуза. Жаль. Я почему-то думал, что выверт. Было бы забавно. На нах. Я пришел избавить тебя. Я пришел избавить нас. А к чему вот эти звуки всякие? Это из контракта на хорошую жизнь, как будто бы, да? Чел прям очень сильно вдохновлялся. Да я смотрю, герой, да? Странно, что судьба бережет такого придурка, как ты. Интересно, а спасешься ли ты сейчас, а? Есть последнее слово. В аду встретимся, ублюдок. Опять? Ну, хоть бы что-то другое сказал. Продолжение следует. И все? Да. Ладно. Тогда давай уж окей, отгрузимся и посмотрим, что скажет проводник. Может, я не прав? Может, там что-то будет интересное? А то что-то... Ой. Я не туда нажал. А то что-то как-то быстро все закончилось. Я еще слышал, что есть какое-то задание на компас. Типа из других артефактов крафтить. Интересно, где оно? Потому что что-то, ну, вот уже конец игры, да, считай? Я не нашел это задание до сих пор. Хотя я вроде побегал по базам и всех расспросил, кто мне должен был выдать задание. Интересно. А, ну а вот и проводник. Ной. Здоров, брат. Ной? Ну, здравствуй. А ты есть тот самый проводник, да? Здравствуй, Дэн. Да, вожу сталкеров туда, куда им самим захочется. Здорово. А из зоны можешь помочь выбраться? Знавал одну тропу, ведущую за периметры, но вот аномалии там немерено. Был у меня артефакт один, компас называется. А, ну вот и оно. Он мне и помогал в аномальных полях ориентироваться. Да вот пару дней назад, когда возвращался с вылазки, решил срезать путь до Янова. Как вижу, что идет шайка бандитская. Разворачиваться и бежать в противоположную сторону было поздно, решил в кустах засесть. Когда бандиты почти прошли, слышу рык за спиной. Пришлось резко развернуться, из-за чего ветка хрустнула. Но, разумеется, бандиты меня поймали и отобрали артефакт. Без него я ничем не могу тебе помочь. Я тебя понял, Ной. Где лагерь бандитов, не знаешь? После того, как они меня ограбили, двинули в сторону склада контейнеров. Там, наверное, крышуются. Где? Отобрать? Я думал, крафтить надо будет. Ладно, предположим, чем-чем занимаешься, мне нужно кое-куда. Склад контейнеров, погнали. Все-таки какой-то квестик есть. Окей, я был неправ. А, ебать! Подожди, я не понял. А-а-а, я понял. Я идиот. Я забыл свое снаряжение в ящике. Да, бля, это... Ну что это за костыль всратый? Типа, тебя понесло флэшбэк. И, видимо, пока я был в флэшбэке, он меня раздел. Что-то со мной сделал. А все шмотки сюда сложил, да? Ну, вот так это можно оправдать только, я не знаю. Ну, либо вот костылями. Что, скорее всего, является правдой. Автор просто не умел сохранять инвентарь. Ну, или такой возможности нет, я не чарю. И все. Ну, хотя как нет? Нет, в пространственной аномалии тоже был флэшбэк. На кордон кидало. Хотя нет, нет. Там ты появлялся, и там сразу начиналось ограбление наемниками. Да, тогда не знаю, ладно. Нет идей. Да, по-любому, можно как-то инвентарь сохранять. Все. Попытка номер два. Давай. Теперь я не голый. Я забыл, что меня ворон раздел, извиняюсь. Вот что с уроном в этом моде? Ну, вы мне объясните, почему я иногда выдерживаю вообще все, что мне летит, а иногда вот чел с дробовика, причем на весьма немаленьком расстоянии, просто меня ваншотнул нахуй, учитывая, что я в экзоскелете. Сказать, что это странно, это ничего не сказать. Ебать все гренками кидаются, если люди... О, гранату затерпел. Еще и очередь в спину затерпел. А какой-нибудь сейчас рандомный бомж с ПМа меня ваншотнет. Больно, блин. Что ж вы так яблочки и лимончики любите, а? Не понимаю. Бесконечно просто кидают эти гранаты. Так, еще одного пропустил. Готов. Это кто? Без оружия, без ничего шел, чисто такой. Нормально, он еще перед смертью настрелял, но я, кстати, все равно затерпел. А вот и компас, шишак. Берем. Все. Принести артефакт Ною. Компасу мне необходимо провести его Ною. Лимончик тебе, пиндосина. Где ты, пиндосина? Ладно, я не знаю, где он. И граната, которую он типа кидал, так и не кинул, если по всем. Опа, подожди. А вот зря. Я дал тебе шанс остаться в живых, но ты все равно решил мне попердеть в спину. Плохой выбор. Я отобрал компас у бандитов. Отлично, Дэн. Спасибище тебе огромное. Вот, возьми в знак благодарности. Пусть этого окажется мало, но, увы, больше я ничем помочь не могу, прости. Теперь тебе придется подождать, пока я прощупаю путь через аномалию. Хорошо, буду ждать. Дождаться, когда вернется Ной. Это мне шанс дают? Еще раз выверт найти, да? Здорово. Пойду спать. До шести часов. Дэн, это Ной. Мне удалось найти способ, как вывести тебя из зоны. Подходи, когда будешь готов. Я буду ждать тебя на Янове. О, явился. Ну что, Ной, удалось разведать безопасный путь за периметр? Да, Дэн, готов ввести тебя хоть сейчас. Ай, подожди, у меня остались незаконченные дела, сказал я ему. И что? Что, 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 что? Пойти, что ли, еще раз попробовать все-таки подрочиться, чтобы, ну, завершить этот несчастный квест? Я не знаю просто, но это же кошмар какой-то. Я столько спал и вообще ничего не заспавнилось. Выброс был? Хер его знает, ладно. Посплю еще раз на всякий. Не увидел. Вот бы сканеры от ученых, да? Поставить, как в Зое Припяти, чтобы смотреть, какие артефакты есть и есть ли они вообще. Ну, точнее, просто наличие хотя бы. Ладно, ребят, пойду искать. Увидимся уже у бороды с двумя вывертами. Надеюсь. А то как-то не Камильфу оставлять один квест. С вас лайк за это, ок, да? Потому что я заманался уже играть, если честно. Даже не играть, а просто спать и пытаться найти выверт. Это кошмар какой-то. Отпусти меня, аномалия. Сгоревший хутор помог. Ура, ура, давай. Полтора месяца в зоне не зря провел. Фух, все. Идем спать до ночи. Сдаем этот несчастный квест и покидаем зону через зное. И моя душа спокойна. Я уже даже, видите, я разгрузился. И вообще все лишнее выбросил, чтобы эффективно бегать по аномалиям. Но в итоге я дней пять проспал, чтобы три выброса произошло и пошел. На 7-й ряде ничего не было. И вот в пещере нашел ночную звезду. Ой, ночную звезду. Каменный цветок и, собственно, выверт. Ну, здорово. Чтоб я больше таких квестов не видел, придурок. Понял? Я доставил все необходимые артефакты. Отлично, Дэн. Теперь остается передать их ученым. Но это уже моя забота. Вот твоя награда. 50 тысяч. На кой ляд они мне нужны? Не знаю. Все, я кто куда, а я, а я. ББ. Хотя бы, подожди. Надо заобузить. Или что? А кого хрена ночью, а никого на базе нет? Вы же все ночью на базе должны сидеть. Ладно. Я думал, кто-нибудь меня до железного леса подбросит, чтобы я быстрее перешел. Но, видно, не судьба. Хотя, может, кого встречу по пути. А может, уже и сам добегу. Всем привет. Я добрался. Ну что, Ной? Удалось разведать? Отлично, идем. Все. Ура. Я все же покинул зону со сталкером ною. Быть может, я что поступил и не совсем правильно, уйдя из зоны. Даже не сообщив об этом органу. Надеюсь, что все-таки не удастся. А, им удастся выполнить свою задачу найти клина. Блин. Шрифт едва видно. Пипец. Все? Все. Ура, победа. Ура, победа. Ну что, ребят, хорнивей позади. Что могу сказать? Ну, как я и говорил вначале, мод реально средники. Единственное, очень поддушили вот эти вот сборы артефактов бесконечные. Это просто кошмар какой-то. Причем, ну, сбор артефактов это не то, что зависит от тебя. Это то, что зависит от рандома. И все, что ты должен делать, чтобы хоть как-то их найти, да, если тебе не повезло, это спать и бегать туда-сюда по этим точкам. Это, конечно, ужасно. Никому такого не желаю такой участи. Вот. А если исключить вот эти вот всратые сборы артефактов, то, в принципе, очень даже неплохо. Сразу видно, чел вдохновлялся контрактом на хорошую жизнь. Ну и всей вот этой вот наемнической темой, да, вот этими блокбастерами про наемников. Не могу себя, конечно, назвать любителем вот этих блокбастеров про наемников в Сталкере, но иногда сыграть прикольно, почему бы и нет. Ну и учитывая, что я помню плюс-минус мод следующий от этого автора, который я играл, могу сказать, что автор, в принципе, спрогрессировал и вот это вот, это вроде как его первый мод. Точно не знаю, первый ли, но факт в том, что вот после этой короткометражки он выпустил вполне серьезный, нормальный по длительности мод. Тоже про наемников, но довольно интересный. Хоть там и оценки ниже, чем здесь. Здесь выше, наоборот. Не знаю. Что еще? Ну и еще странность с уроном. Вот урон, это реально, я впервые такое вижу. То я терплю там 10 выстрелов вообще без проблем каких-либо урон почти не наносится, то просто бандит там с 2 километров мне с чейзера в ебасос стреляет и я отлетаю с одной тычки. Это было очень странно. Причем дробью, а не жеканом. Ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное прохождение. Пишите в комментариях, что думаете, какой мод хотите видеть в следующем. Может быть, кто-нибудь что-нибудь предложит и мне это приглянется. Придется по душе, не знаю. Посмотрим. Слушай, пока что, ну, вроде какие-то идеи там в воздухе витают. Да, есть какие-то старые моды, которые я еще не проходил. Но как-то неуверенные такие идеи. Может, у кого-то что-то поинтереснее есть. Может, кто-то вспомнит какой-то мод и я такой О, точно! Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующее видео по сталкеру. Вступайте в группу, заглядите в телегу, то есть в описании. В описании есть также ссылка на плейли со всеми видео по этому моду. Если вы пропустили какой-то из них, то гляньте. Ну и ссылка на бустик, где выходит эксклюзивное видео по сталкеру и не только. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok